Доброе утро! Это радостно видеть хоть кого-то в это погожее осеннее питерское утро. Вообще в Питере шикарная погода для обучения и работы, вам не кажется? Что гулять, что ли? Поэтому сегодня мы начнем наш разговор со сложного сразу про морфологические и биологические особенности трижды негативного рака молочной железы. Мы вчера уже немножко говорили про классификацию, и сегодня мы к ней будем обращаться. Что такое трижды негативный рак молочной железы? Все знают это. По определению, это опухоль, которая не несет рецепторов стероидных гормонов и в которой отсутствует экспрессия рецепторов эпидермального фактора роста, который мы назовем HER2-ANU. Они составляют около 15% инвазивных раков молочной железы. Характеризуются тем, что встречаются чаще у пациентов более молодого возраста, ведут себя более агрессивно, имеют более высокую частоту рецидивов и, соответственно, меньшие показатели общей выживаемости. Мы говорили о молекулярной классификации, о том, что их может быть много, что представления на сегодняшний день не меняются, и, возможно, завтра уже все изменится. Но пока мы имеем такое представление о том, что есть люминальные подтипы рака молочной железы, есть HER2-позитивные подтипы, и есть тройной негативный рак молочной железы, который можно разделить на базально подобный и небазально подобный подтип в соответствии от экспрессии соответствующих маркеров. От чего все это идет? Откуда пляшет все? Мы опять должны вернуться с вами к тому, как устроена нормальная железа. Нормальная железа, ее концевые отделы, ее протоки имеют двуслойную выстилку. То есть есть люминальные клетки, которые выстилают сам просвет, и есть базальные клетки, которые в молочной железе называются миопителиальными клетками. И эти клетки, разные типы клеток, имеют разные фенотипические особенности, биологические особенности, которые мы можем выявить путем экспрессии тех или иных маркеров при иммуногистохиме, например. Вот люминальные эпители характеризуются экспрессией простых цитокератинов или низкомолекулярных цитокератинов, а базальные эпители характеризуются экспрессией высокомолекулярных цитокератинов или сложных цитокератинов, а также миопителиальных маркеров, к которым относятся, собственно, гладкомышечный актин, кальпанин и С-100. И, соответственно, опухоли из этих несущих признаков этих клеток отличаются и по фенотипу, и по поведению. Если же мы обратимся к более детальной молекулярно-биологической суклассификации трижды негативного рака, то вы видите, это, опять же, неоднородная группа, которая может быть подразделена на разные варианты. Вот есть часть базально-подобных подтипов, в которых, помимо базального типа 1 и 2, выделяют ещё и иммуномодуляторный подтип. Мы уже говорили о том, что в раках молочной железы, как и в раках любой другой локализации, могут быть активированы гены, отвечающие за ускользание от иммунного назора, и это, в общем, характеризует поведение опухоли и её взаимодействие с иммунной системой и эффективность препаратов иммунотерапевтических. Кроме того, можно выделить мезонхимально-подобные подтипы, которые характеризуются в большей степени наличие мутации или амплификации перестроек в генах, более близких к мезонхимальным тканям и характеризующих склонность, может быть, к капитуляльно-мезонхимальному переходу, к трансформации, и это характеризует поведение опухоли с другой стороны. Ну и видите, есть другие подтипы, среди которых есть люминальный андроген-позитивный тип и неклассифицируемый тип. Таким образом, мы можем подразделить всё-таки трижды негативные базально-клеточные карциномы на базально-подобные и небазально-подобные, потому что на сегодняшний день всё-таки более детальная классификация не имеет клинического значения. Мы, опять же, руководствуемся всё той же книжкой. Вернёмся к классификации инвазивных карциномолочной железы. Это большой список, которые из них могут нести трижды негативный фенотип часто. Это очень немалая доля. То есть, безусловно, это неспецифицированный тип ракомолочной железы до 15%, но и есть специфические типы, которые по определению характеризуются трижды негативным фенотипом и базальным фенотипом, как, скажем, метопластическая карцинома. Есть ли морфологические признаки, которые характерны для трижды негативных раков вне зависимости от остальных гистологических признаков? Да. В общем, работы велись, посвящённые этому аспекту. И, безусловно, патолог уже, даже без дополнительных методов исследования, изучая микроскопическую картину, может предполагать наличие у опухоли трижды негативного фенотипа. Какие это признаки? Это высокий грейд, то есть низкая степень дифференцировки. Это экспансивный край, так называемый, то есть когда опухоль не инфильтрирует окружающие ткани, а их раздвигает. За счёт чего это формируется? Как правило, это опухоли, которые имеют небольшое время удвоения клеточной массы, то есть которые быстро растут. И за счёт такой быстрого нарастания массы раздвигают ткани, они инфильтрируют их. С другой стороны, это может быть наличие центрального рубца, потому что у опухоли есть инвазивный фронт, это периферия образования. На периферии клетки более интенсивно делятся, поэтому когда опухоль быстро растёт, в центральных отделах нарушение питания возникает. И за счёт этого может формироваться либо некроз, либо рубец, такой малоклеточный в центральных отделах. Это выраженная лимфоидная инфильтрация, потому что, как правило, трижды негативные раки характеризуются более высокой иммуногенностью и более интенсивной реакцией местного иммунитета на эту опухоль. Высокий методический индекс, о чём мы говорили, ядерно-цитоплазматическое соотношение, что характеризует низкую цитологическую степень дифференцировки. Кроме того, это могут быть веретиновидные клетки, сенситиальный рост, тоже проявление низкой степени дифференцировки, потому что дифференцировка для рака молочной железы подразумевает формирование структур. Это один из признаков. Это первая цифра грейда – формирование глондулярных или тубулярных структур, то есть организация опухолевых клеток во что-то, что имеет какую-то форму. Если же они просто формируют пласт без чётких границ, иногда границы между клетками неразличимы, формируется что-то по типу симпласта, это называется сенситиальным ростом и характеризует, в общем, отсутствие дифференцировки в этой опухоли. Кроме того, может быть плоскоклеточная метаплазия. Вот такие признаки морфологические должны склонять морфолога к тому, что это может быть трижды негативная карцинома. Если же мы их группируем определённым образом, то мы вчера говорили об этом, эти параметры характеризуют специфический тип рака молочной железы или карциному с медулярными чертами. Это гетерогенная группа, как мы вчера уже обсуждали. И тем не менее, чем она характеризуется? Это, опять же, более молодой возраст у пациента. Если вы обратите внимание на частоту встречаемости, то по литературным данным вы можете столкнуться с довольно разными данными. От 1% где-то до 57%. Это вполне объяснимо, я думаю, теперь для вас. Потому что классификационных критериев много. И в зависимости от того, насколько опухоль соответствует всем из них, может быть установлен диагноз либо классической формы медулярной карциномы. Их действительно очень мало, менее 1%. Если же опухоль не так строго соответствует всем остальным критериям, это то, что мы сейчас называем карциномами с медулярными чертами. Их, конечно, больше. На 100 имеет смысл обратить внимание. Медулярный специфический тип рака молочной железы чаще, чем другие неспецифические и специфические варианты, возникают у пациенток-носительниц BRC1 мутации. И при этом, если вы выявляете у пациентки медулярную карциному, вероятность того, что она будет носительницей BRC1 мутации, в 7 раз выше, чем в общей популяции. Есть вот такая вот взаимосвязь между этими опухолями. Тем же она характеризуется морфологически. Мы тоже уже немножко говорили об этом вчера. Это круглый узел, четкий, относительно мягкий по сравнению с классическими формами инвазивного рака. Может быть с кистозными изменениями, как за счет микроза, так и за счет кровоизлияний и за счет отсутствия стромы в опухоли. Вот эти критерии. В соответствии с тем, насколько опухоль укладывается, мы можем выделить три нозологические единицы. Зачем нам это нужно? Зачем вам это нужно знать, почему эта классификационная единица до сих пор существует? Потому что вот мы показатели выживаемости можем посмотреть. Это общая когорта, а это когорта, которая была подобрана в соответствии со стадией. То есть здесь опухоли имели соответствующую стадию. Видите, насколько разнятся показатели как безрецидивной, так и общей выживаемости для пациенток с медулярным раком. Они, в общем, существенно отличаются друг от друга. И сейчас мы уже знаем, и благодаря вчерашней лекции Никите Александровича, что это, вероятно, все-таки ассоциировано именно с иммунологическими механизмами, потому что это опухоль, которая характеризуется преобладанием лимфоидной инфильтрации строма. То есть это параметр, который позволяет вам прогнозировать течение этого заболевания. Но если мы посмотрим на другие критерии, которые, говорят, свойственны трижды негативным ракам, то мы можем заметить сходство с другой специфической группой опухолей молочной железы. Это метапластические карциномы. Мы говорили о том, что это большая группа гетерогенная с очень высокой пластичностью. Видите, что тоже отражается на эпидемиологических показателях, которые публикуются. В зависимости от того, как использовать классификационные критерии, либо 0,02, либо целых 5% инвазивных раков молочной железы будут отнесены к этой классификационной группе. Из-за того, что эта опухоль имеет очень высокую степень внутриопухолевой гетерогенности и гетерогенности в пределах классификационной группы, вы можете столкнуться с любой клинической картиной, любой лучевой картиной. Это, безусловно, затрудняет диагностику этих образований. Они часто выявляются на более высоких стадиях, то есть выше частота выявления опухоли размера Т3. Но при этом в связи с особенностями ее биологии и такой склонностью к эпидемиальным и зонхимальным переходам они характеризуются меньшей частотой лимфогенного метастазирования в региональные лимфоузлы, но при этом более высокой частотой гематогенного метастазирования самыми частыми локализациями являются легкий и головной мозг. Что же касается показателей выживаемости при этих опухолях? По сравнению с другими трижды негативными раками молочной железы, они гораздо хуже. То есть уже просто видим орфологическую картину, даже без иммуногистохимии. Во-первых, мы знаем, что это будет трижды негативный рак. Мы знаем, что он имеет базальный фенотип по определению и он имеет плохой прогноз. С чем еще это связано? Это связано с тем, что в отличие от других трижды негативных раков метапластические карциномы имеют гораздо меньшую чувствительность к современным химиотерапевтическим препаратам и гораздо менее чувствительность к лучевой терапии. Поэтому прогноз этих пациенток зависит от локального контроля в гораздо большей степени, чем у пациенток с другими формами рака молочной железы. О чем я упоминала вчера, опять же, что эта группа гидрогенная и настолько гидрогенная, что к ней относятся некоторые гидрогенозологические единицы, которые имеют очень благоприятный прогноз, несмотря на вот такую биологию и базальный фенотип. Эти опухоли тоже не чувствительны к системному лечению и к лучевой терапии, но при этом они ведут себя местно-агрессивно, не склонны к метастазированию и, в принципе, лечатся хирургически. Поэтому, конечно, на эту группу стоит обратить внимание. И если вы сталкиваетесь с заключением патолога метапластическая карцинома, я думаю, что имеет смысл разобраться всем, всей мультидисциплинарной команде, с чем конкретно вы имеете дело, потому что прогноз этих пациенток может разниться колоссально от практически стопроцентной выживаемости до таких вот кривых. Ну и пару слов, опять же, про карциному с апокринной дифференцировкой. Мы говорили о том, что нет однозначного представления на сегодняшний день, есть она, нет её. Это лишь проявление гормональной активности в опухоли, потому что молочная железа – это гормонально зависимый орган. Он априори и в норме, и при патологии реагирует на гормональный фон, который присутствует в организме пациентки-носительницы этого образования. И апокринная дифференцировка или апокринная метаплазия является одной из реакций на гормональный фон. С одной стороны, это может свидетельствовать, собственно, об общесоматическом гормональном статусе пациентки, а с другой стороны, это часто состояние ассоциировано с экспрессией андрогеновых рецепторов. То есть вы можете предполагать наличие этих рецепторов, и если это опухоль, то предполагать возможность воздействия на эти рецепторы при помощи антиандрогенов, которые, говорят, не зарегистрированы в России. Ну, всё изменится. Чем характеризуются морфологические? Это дифференцировка, это крупные клетки с крупными светлыми ядрами, как правило, с выраженным ядрышком, что характеризует вообще высокий ядерный грейд для рака молочной железы, с широкой цитоплазмой, которая может быть азинофильная или светлая. На сегодняшний день эта опухоль классификации кодируется как неспецифицированный инвазивный рак, но имеет смысл, опять же, отражать наличие таких цитологических изменений, как возможный признак андроген-зависимой дифференцировки и признак возможного трижды негативного фенотипа, потому что не более трети этих опухолей имеют экспрессию HER2, и они негативны по рецепторам. Для тех же, кто считает, что покрытая карцинома молочной железы всё-таки существует, частота её встречаемости составляет, опять же, около 1%. Большинство из них, как я говорила, трижды негативные. Большинство экспрессируют андрогены. И считается, что эти опухоли имеют более благоприятный прогноз, так как они возникают у женщин более пожилого возраста, в постменопаузе, и несмотря на такой агрессивный фенотип, они имеют в целом низкий гистологический грейд, локализованную стадию, относительно невысокую частоту надальных метастазов на момент постановки диагноза, и относятся, несмотря на все споры, которые вокруг них идут, к уникальному молекулярному подтипу. То есть это опухоль, которая имеет молекулярную сигнатуру, отличную от всех остальных инвазивных раков молочной железы. И он называется прям так, апокринный подтип или люминальный андроген-позитивный подтип, молекулярно-биологический. И на сегодняшний день всё-таки он характеризуется более благоприятным клиническим течением, редко ассоциированным с BRCA1 мутацией. Поэтому, в общем, здесь есть над чем задуматься. Эти изменения могут иметь определённую клиническую информацию, даже если у патолога, с которым вы работаете, нет возможности как-то углублённо исследовать эту опухоль. Ну, и есть целая группа опухолей, и очень интересных в молочной железе, которые называются опухоли по типу образования из слюных желёз или придатков кожи. Почему вообще такое возможно в молочной железе? Ну, мы опять же вчера говорили о том, что молочная железа – это железа. И она имеет сродство с потовыми железами, она генетическая. Вот, и поэтому имеет биологическое с ними сходство. И это логично, что в этой железе могут развиваться опухоли, аналогичные опухолям слюных желёз или потовых желёз. И при этом в слюных железах есть карцинома, которая так и называется опухоль, секреторная карцинома мамарного типа. То есть это такой перекрёст биологический, который имеет эмбриологические основы. Чем они интересны? Тем, что эти опухоли, как правило, всё-таки довольно редкие, и они имеют высокую степень дифференцировки гистологической. И, в принципе, текут более благоприятно, чем другие формы инвазивного рака, по некоторым данным. Но вот наши китайские коллеги на своей популяции не показали существенных различий в показателях выживаемости. И эти опухоли трижды негативные, но редко метастазируют лимфатические узлы. И мы вчера упоминали, если вы помните, что в классификации есть такая группа, называется клинические варианты. То есть вне зависимости от гистологического типа, теоретически, есть клинические варианты рака молочной железы, к которым относится билатеральный рак. Евгений Нович говорил о том, что, как правило, это опухоли, которые имеют какую-то наследственную подоплёку. И это воспалительная форма рака молочной железы. На самом деле, теоретически, эта форма рака не должна зависеть от гистологического типа. Но по жизни, понятное дело, что грейд 1 не может быть в виде воспалительной формы рака клинической. Это, как правило, опухоли низкого грейда, которые соответствуют критериям морфологическим, которые выделены для трижды негативного рака. И действительно, только 40% этих опухолей экспрессируют ХЕР-2. Остальные, как правило, трижды негативные. Они имеют плохой прогноз. Почему? Потому что это опухоль, которая манифестирует лимфогенной инвазией. Что такое инфломаторная карцинома для патолога? Для патолога это опухолевый лимфангит в коже. То есть мы морфологически увидим множественные опухолевые эмболы в лимфатических сосудах, в первую очередь кожи молочной железы. За счёт этого формируется лимонная корка, так называемая, клинически. Эти опухоли могут не иметь узла. Но, как правило, всё-таки на практике мы сталкиваемся с тем, что узел есть, но на момент диагностики у пациента есть уже выраженная лимфогенная инвазия, лимфогенная местная диссеминация и опухолевый лимфангит в коже. И это имеет такое клиническое проявление и определяет, в общем, и плохой прогноз. Хотя на фоне современной полихимиотерапии, конечно, достигнуты существенные улучшения в показателях общей выживаемости, отчасти за счёт ХЕР-2-позитивных форм этого рака, безусловно. Ну, вернёмся к классификации. Видите, большая часть специфических типов и подавляющее большинство редких типов может иметь трижды негативный фенотип. Ну, как я надеюсь, мне удалось вам показать, это, в общем, ещё не определяет всё для пациентки. То есть если вы просто сталкиваетесь с заключением рак молочной железы, трижды негативный, имеет смысл уточнить, с чем вы имеете дело. Потому что даже несмотря на это, прогноз и течение опухоли может существенно различаться от других морфологических особенностей опухоли. И с другой стороны, если даже у вас нет возможности как-то детально исследовать опухоль, сделать ей онкотайп ДХ или мамопринт, сделать только рецепторы вы можете, или даже вы можете не иметь возможности сделать иммуногистохимию, но, имея гистологическую картину, вы уже обладаете очень большой информацией относительно возможного поведения опухоли, её возможного прогноза и даже возможной чувствительности к той или иной химиотерапии. То есть ещё раз хочется вернуться к тому, что говорил вчера Никита Александрович, о том, что всё идёт по спирали, и действительно, и новые методы, которые появляются в нашей жизни, они позволяют нам улучшить понимание тех процессов, с которыми мы имеем дело. Но на сегодняшний день, опять же, мы возвращаемся к более простым, может быть, несколько более надёжным, рутинным, хорошо исследованным методам, взглянув на возможности которых с другой стороны, мы понимаем о том, что на сегодняшнем уровне знаний мы можем даже с помощью рутинной гистологии получить очень большую информацию. И не стоит ей пренебрегать. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Анна Сергеевна. Какие будут вопросы? Да, мы просто ещё уложили. Во-первых, Анна Сергеевна, спасибо большое. Вы не только, как всегда, прочитали блестящий доклад, но и уложились даже раньше времени, закончили. Но я хотела бы всё-таки узнать ваше мнение, как профессионального патолога. Как часто у больных с трижды негативным биологическим потипом вы видите экспрессию рецепторов эндрогенов? И вот ещё раз подчеркните, пожалуйста, при каких потипах редких наиболее часто это встречается? Спасибо, Татьяна Юрьевна. При неспецифицированном инвазивном раке с экспрессией эндрогенов мы встречаемся редко. Я думаю, что не больше 5%. Хотя, на самом деле, мы не так давно стали повально все трижды негативные раки тестировать на эндрогеновые рецепторы, потому что раньше в связи с тем, что не было терапевтических агентов и только научный интерес мог, в общем, подстегнуть к исследованию этого маркёра. Чаще всего, конечно, при раках с апокринной дифференцировкой мы можем выявить эти рецепторы, но они встречаются тоже редко. При метапластических карциномах не было такого опыта у нас. То есть мы не сталкивались с эндроген-позитивными метапластическими карциномами. Ещё, наверное, мне стоит пару слов сказать о том, что мы можем говорить о базально подобном фенотипе в неспецифицированных формах рака молочной железы тоже, используя очень простой доступный маркёр. Это цитокератин-5-6 или базальные цитокератины. И базальный фенотип встречается чаще, гораздо его проще выявить, и это тоже может как-то помочь клиницистам в выборе терапии. Поэтому, может быть, в плане такой рекомендации, если у вас есть возможность, у патолога в первую очередь, и вы сталкиваетесь с трижды негативным раком, то, во-первых, вы должны исключить вторичное поражение молочной железы. Это очень важно, потому что, к сожалению, в нашей практике встречаются такие ситуации, когда есть рутинная ежедневная работа, у вас большой поток трепанов из молочной железы, вы их стандартно красите на 4 маркёра и стандартно сталкиваетесь время от времени с тем, что у вас высокий ки, а остальные все маркёры негативные. Это всегда должно вас немножечко тормозить и ещё раз посмотреть на эту опухоль внимательнее, потому что бывают ситуации, когда поражают метастазами. Метастазы поражают молочную железу, и это расценивается как первичная опухоль, либо как первичные множественные опухоли. Будьте осторожны, это, в общем, путь к ошибкам, от которого никто не застрахован, но если вы об этом знаете, вы будете, в общем, внимательнее к этому относиться. И ещё один момент, который я хотела вам сказать, про трижды негативный дольковый рак. Если вы… Мы вернёмся немножко… Ну, мы не вернёмся. Если вы обратили внимание, дольковый рак никогда не светился среди тех, кто может быть трижды негативным, это очень большая редкость. Поэтому если вы видите опухоли с дольковой морфологией, и которая не экспрессирует рецепторы, это тоже, в общем, повод задуматься и ещё раз всё перепроверить. Потому что это тоже может быть ложный путь. Если есть опухоли, которые имеют перстневидно-клеточную морфологию, которые могут симулировать дольковый рак. Сори немножко. Тогда, если вопросов в зале нет, да, пожалуйста, будьте добры. Доброе утро, Анна Сергеевна. Спасибо за прекрасный доклад. Я вот ординатор первого года хотел уточнить такой вопрос, касающийся метапластической карциномы. Какие ещё локализации, может быть, со схожей морфологической структурой вы можете привести, если вам сейчас это возможно сделать. Я, в принципе… Спасибо. Может быть, здесь можно подобрать какую-то другую химиотерапию, но в перспективах для исследования. Ну, если честно, вот то, что мы называем метапластической карциномой молочной железы, наверное, это всё-таки по большей степени уникальная ситуация именно для вот этого органа. Если же мы будем пытаться проводить аналогии, то что такое метапластическая карцинома? По большому счёту, это опухоль с потенцией к формированию мезонхимально-подобных структур или мезонхимальных структур. То есть, грубо говоря, это карциносаркома. И в чём сложности при диагностике метапластических карцином отчасти возникают, когда мы не видим эпителиального компонента, а видим лишь саркомоподобный компонент. Мы видим веретиноклеточное образование в молочной железе всегда, когда вы видите веретиноклеточное образование в молочной железе, думайте о том, что это может быть метапластическая карцинома. Метапластические раки бывают гораздо чаще, чем первичные саркомы молочной железы. Бывают ли карциносаркомы в других локализациях? Да. Самая частая локализация – это опухоли женского полового тракта. То есть, это эндометрия, яичники. Там бывают карциносаркомы. Но чем они характеризуются? Всё-таки это опухоль, которая развивается из так называемого маевомага – эпителия мюллеровского типа. Это простой железистый эпителий. То есть, он не имеет базального фенотипа. А метапластическая карцинома молочной железы, она по определению имеет базальный фенотип. Почему так происходит? В общем, есть несколько теорий от того, как она развивается. Вероятно, там в какой-то мере всё-таки задействованы миопителиальные клетки, которые имеют базальный фенотип и имеют потенцию к дифференцировке в плоские эпителии. Поэтому плоскоклеточная карцинома молочной железы – это метапластическая карцинома молочной железы. То есть, они отличаются по фенотипу и по особенностям довольно существенно своим биологическим. И поэтому именно за счёт вот этой базальной отсылки к базальным эпителиям эти опухоли гораздо менее чувствительны к агентам терапевтическим и к лучевой терапии. Поэтому я думаю, что больше аналогов нет. Есть смешанные опухоли слюных желез, в которых развивается тоже трансформация обоих компонентов, как люминального, так и миопителиального, и стромального, но там гораздо чаще доброкачественные смешанные опухоли. В молочной железе они тоже, кстати, бывают, но очень редко. Злокачественные смешанные опухоли в слюных железах бывают очень редко. И опять же, в них редко бывает именно плоскоклеточная дифференцировка, плоскоклеточная метаплазия. Всё-таки они ведут себя более люминально, что ли. Поэтому в этом отношении, конечно, метаплазический рак молочной железы уникальная ситуация. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Спасибо. Сергей, у нас вопрос из Екатеринбурга. Сергей Сазонов интересуется. Для трижды негативного рака молочной железы всегда характерен высокий уровень пролиферации. Почему же они плохо чувствительны к химиотерапии? Наоборот, они высокочувствительны. Может быть, я даже прокомментирую. В отношении чувствительности к химиотерапии, наоборот, такие трижды негативные раки отличают достаточно высокой чувствительностью. Да, хорошей чувствительностью отличаются. Метапластические раки, может быть, как трижды негативные, отличаются низкой чувствительностью к химиотерапии, как раз-таки отчасти, потому что они не всегда имеют высокую пролиферативную активность. Потому что к неспецифической химиотерапии действительно более чувствительные опухоли с большим пулом делящихся клеток. Это универсальный принцип, но, правда, происходит селекция опухолевая всё-таки, происходит патоморфоз опухоли, и зачастую она вырабатывает резистентность к терапии. А для молочной железы, вот именно для метапластической группы, если мы будем говорить, то низкая чувствительность определяется, несмотря на трижды негативный фенотип, именно биологическими особенностями и тем, что они зрелые базальные опухоли могут быть. Поэтому они не имеют большого пула делящихся клеток, и эти клетки не чувствительны к терапии. И у меня ещё вопрос. Анна Сергеевна, подскажите, пожалуйста, а вот для каких морфологических вариантов с трижды негативным фенотипом характерно атипичное метастазирование в различные органы, несвойственные раку молочной железы? Для метапластической карциномы характерно, не вполне характерное для рака молочной железы метастазирование. Тут очень не тяжело ответить на ваш вопрос, потому что для рака молочной железы, в принципе, характерно довольно широкое поражение различных органов. То есть это может быть лёгкий печень, головной мозг, кости. Поэтому есть опухоли, которые характеризуются висцеральными метастазами. Это дольковый рак, но он не трижды негативный. Поэтому всё-таки трижды негативные раки в этом отношении... То есть для него характерно более типичное метастазирование? В принципе, более типично себя ведут в этом отношении, если мы говорим об отдалённых метастазах. То есть есть варианты по тропности к лимфатической системе, но для отдалённых метастазов, в принципе, это типичная локализация. И я ещё хочу сказать, что у нас в зале присутствует 15 членов из нашей команды SPOT, из первой нашей членов. Я хотела бы вопрос задать уже целенаправленно. Точнее, попросить Марину Анатольевну, представляющую Нижегородский областно-клинический онкологический спонсор. Может быть, у вас какие-то вопросы есть к Анне Сергеевне? Где у нас Марина Анатольевна? Она присутствует? Да. Будьте добры. Есть у вас вопросы к Анне Сергеевне? Я в первую очередь хочу поблагодарить за очень интересное сообщение. Ну, в принципе, на данном этапе, я не знаю. Если мы подтверждаем первичность опухоли в молочной железе, какие вы маркёры порекомендуете лучше всего использовать? Это будет ГАТА-3 или какие-то ещё, может быть? То есть если вы хотите исключить вторичное отражение в молочной железе. ГАТА-3 хороший маркёр, транскрипционные факторы сейчас, в общем, завоёвывают сердца патологов, но это маркёр, который следует использовать очень с большой осторожностью, использовать его в контексте, потому что он не является строго специфичным для молочной железы. Это транскрипционный фактор, который может быть выявлен, скажем, в том числе и в мочевыводящих путях, фуротели, поэтому он должен быть всегда использован только в контексте морфологических изменений. Если же говорить о органной тканеспецифических маркёров, то самый специфичный для молочной железы – это мамоглобин. Но он обладает низкой чувствительностью, поэтому, когда вы с этим маркёром работаете, вы должны иметь в виду, что, опять же, у вас должен быть контекст морфологический, и даже единичные позитивные клетки являются признаком того, что опухоль позитивна. Но, опять же, так как есть биологическое сродство с опухолями слюных желёз и потовых желёз, то в контексте подобного дифференциального диагноза этот маркёр вам вряд ли поможет. Хотя, если честно, вам вряд ли вообще какой-нибудь маркёр в таком контексте поможет, потому что для того, чтобы отличить опухоль потовых желёз кожи молочной железы от опухоли молочной железы, вам в первую очередь нужна будет клиника. Вот что вам будет нужно. Это единственное, что позволит вам отдифференцировать. То есть, где это образование началось, где оно локализовалось, как оно росло. Для этого, в общем, вам нужно будет поговорить с алкоголом. Мультидисциплинарный подход, опять же. Есть ещё GCDFP15. Конечно, этот маркёр тоже известный. Он тоже очень чувствительный для опухоли молочной железы, инвазивных карцином, но, опять же, имеет ещё более низкую специфичность, чем мамоглобин. Если же у вас есть сомнения в том, что опухоль является первичной опухолью молочной железы, наверное, всё-таки стоит строить свою концепцию диагностическую от обратного. То есть, что вы хотите исключить. Но, опять же, я вообще всем скажу. Иммуногистохимическое исследование – это одно из тех исследований, которые, в общем, прошли вот этот спиральный виток. Было время, когда полагали, что это панацея, что это то, что сможет ответить на все вопросы и вообще сделает работу патолога простой, как сибирский валенок. Но ничего не вышло из этого, потому что к чему мы пришли? Что появляется антитело, появляется новый маркёр, новый антиген, появляется хорошее коммерческое антитело, которое его выявляет. Мы думаем, что вот, это строго специфично, только здесь и больше нигде. Там 95% случаев, 99%. Но потом проходит время, мы накапливаем данные, и оказывается, что и чувствительность, и специфичность каждого маркёра снижается, причём снижается довольно существенно. На сегодняшний день некоторые патологи вообще считают, что следует отказаться от цитокератинов. Потому что ацитокератин-7-20, вот этот профиль, соотношение этих цитокератинов может быть какое угодно, где угодно. Хотя есть, в общем, опухоли, которые должны иметь цитокератин-20 в большинстве случаев или цитокератин-7 в большинстве случаев. Но на самом деле в реальной жизни может быть любое соотношение в любом органе. Поэтому они могут не помочь нам, а могут только запутать нас, когда мы проводим дифференциальный диагноз, особенно в рамках опухоли без выявленного первичного очага. И что касается, в общем, молочной железы, то тут вы можете морфологически заподозрить вторичное поражение, и вам нужна будет клиника. Я просто расскажу случай, который вот у нас был тут сейчас недавно. У пациентки с раком желудка перстневидно-клеточным Т4А, прооперированным с надальными метастазами в парагастральных лимфатических узлах. В целом пациентка стабильная, обследована, у нее нет признаков прогрессирования, у нее выявляется билатеральное образование в обеих молочных железах. Выполняет трепамбиопсию. На трепамбиопсии обе опухоли выглядят как дольковый рак. То есть это опухоли из дискретно расположенных в строме клеток с пресневидно-клеточной морфологией, то есть эксцентрично расположенным, с давленным ядром и вакуоле в цитоплазме. Билатеральное образование молочных желез. Трепамбиопсия молочной железы. Выглядит как дольковый рак. Ну, в общем, подумали, что это дольковый рак. Сделали многистохимию. У этого долькового рака трижды негативный фенотип. Это очень большая-большая-большая редкость для долькового рака. То есть в такой ситуации вы должны исключить любую возможность поражения молочных желез при любой другой опухоли. При сравнении с образованием желудка и при более детальном монодисхимическом исследовании в плане исключения именно метастаза пресневидно-клеточного рака оказалось, что это билатеральные метастазы пресневидно-клеточного рака в молочной железе. Ситуация тоже, прямо скажем, казуистичная, но тем не менее. Поэтому в таком контексте... Всегда, когда вы занимаетесь иммуногистохимической диагностикой, вы всегда должны опираться на гистологию в первую очередь. Потому что вы от неё пляшете и вы к ней возвращаетесь. Почему это? Даже в контексте вот этого моего сообщения. Потому что молекулярно-биологические особенности опухоли, её генотип имеют реализацию в фенотипе. То, что мы видим, то, что мы можем посмотреть и пощупать, это реализация молекулярно-биологических особенностей генотипа опухоли в её фенотипе. Вы можете это сделать? Так вы пощупайте это. Спасибо большое. Спасибо большое, Сергей. Елена, очень интересная дискуссия. Спасибо ещё. Спасибо. 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 ... Продолжение следует...